Скажем, слава Господу! Я читаю Иоанна, 13 глава, с 21 по 28 стих. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Знаете, я как-то касался этой темы на ком-то служении, то ли в среду на разборе слова, то ли в пятницу. Я хочу немножко от этого толкнуться, но мысль немножко другую сказать. Смотрите, такая интересная картина тут получается, что когда Иисус сказал ученикам, что один из вас предаст Меня, и вот написано, когда ученики спросили Его, да, это, ну, как из Писания следует, Иоанн, да, был у груди Иисуса, и он говорит, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Пропуская один стих, смотрите, как интересно, в 28-м стихе написано, но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Такой вообще, да, получается парадокс. Другими словами, представьте, к примеру, вы не знаете Лёши Скобелева, да, и вы спрашиваете меня, кто такой Лёша Скобелев, а я знаю. Вот, я говорю, вот кому я сейчас стакан с водой подам, это и есть Лёша Скобелев, и подаю Лёше, Лёша, пожалуйста. Вот, вы же знаете, что это Лёша Скобелев теперь, потому что я же ему подал стакан. Вот, другими словами, можно даже вот так, напрямую сказать, Иисус пальцем показывает на Иуду, да, и говорит, вот он предаст Меня. А 28-й стих написано, но никто ничего не понял. Вот это, да, такая вот сущность нашей человеческой природы, что никто ничего не понял. И так порой бывает, да, что когда мы с вами читаем в Слове Божьем, написано, ну, грех – это смерть. Сделанный грех рождает смерть. Мы с вами читаем в Слове Божьем там, не оставляя собрания. Мы с вами читаем там, ну, про пьянство, про блуд и так далее, и так далее, про раздражение, про гордость. И знаете, интересно, что порой бывает такое, что если я нахожусь в этом грехе, ведь, по сути, Слово Божье – это и есть Христос, да, то Христос, Он показывает на Меня и говорит Мне, если я это делаю, если я в этом пребываю, то Ты предаешь Меня, ведь так же? И значит, Ты, следовательно, погибнешь. Потому что, ну, Слово Божье говорит, что, ну, грех рождает смерть, как Лёша сегодня говорил. Ну, Бог хочет нас изменить, а если мы в неизмененном состоянии, пристанем пред Богом, то, скорее всего, будет ситуация, как в небрачной одежде, явимся мы туда, да, то есть не войдем туда. То есть напрямую Слово Божье говорит Иисус, указывает, да, и никто ничего не понял. Такой момент, как бы, да. Я хочу от этого немножко оттолкнуться. Хочу немножко от этого оттолкнуться. И почему, я так, знаете, я все равно размышляю, потому что, глядя в свою жизнь и так или иначе сталкиваясь там, ну, хоть даже в поездке там с кем-то, то думаю, ну, почему же так? Ну, ведь знаю же. Ну, ведь вот прям читаю, да, вот прямо вот так вот написано, и я почему-то вот так вот делаю все равно. Ведь, ну, это же явно, что для меня это не очень хорошо, точнее, очень плохо. 28 стих написано. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А кто такие возлежавшие были? Это были апостолы. То есть, я так думаю, что на земле ближе людей у Иисуса Христа и ближе людей к Богу на тот момент просто не было, да. Потому что это те люди, которых не случайно Иисус избрал по каким-то заслугам. Они и обыкновенные люди, но в то же время все-таки это были необыкновенные люди, раз Иисус обратил на них внимание. И знаете, я вот так хочу эту мысль немножко развить. Смотрите, смотрим опять на этих возлежавших. Марка, 9 глава, 31-32 стих. И сказал им, как же не разумеете. Прошу прощения. 31-32 стих, 9 глава от Марка. Ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Кажется, да, куда яснее тоже Иисус говорит, что его убьют, что по убиении в третий день воскреснет. А потом ученики идут в Имаус, да, и когда Христос им является, они такие в недоумении, надо же, мы-то думали, а вот его-то убили, да. Хотя он же им говорил, что меня убьют. Вот если бы меня не убили, было бы другой, ну вопрос бы был, почему тебя не убили. Но я же вам заранее говорил, что меня убьют и что я в третий день воскресну. И написано, но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Параллельное место, но там немножко еще такой оттеночек есть, это 9 глава тоже только от Луки, параллельное место, 44 и 45 стихи. «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, этого слова, а спросить его о всем слове боялись». То есть мы с вами видим, да, ситуация аналогичная, как я там говорил, слово для них, здесь написано, оно было закрыто для них, а спросить они боялись. Ну, по тем или иным причинам. В нашей жизни тоже так с вами бывает. И вот теперь я к основной мысли своей перехожу. В откровении, в притчах написано, 29 глава, 1 стих, читаю 18. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». И еще на эту же тему, на мой взгляд, это 7 глава Исаии. Такая ситуация, Израиль, Северное царство и Сирия замышляют злое против Иудеи, а в Иудее был тогда царь Ахаз. И Бог, значит, говорит Ахазу, что ты не бойся, ничего злого с тобой не будет. И вот я читаю середину 9 стиха Исаия, 7 глава, середина 9 стиха. Он говорит Ахазу, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Вот это основная мысль. Потому что вы не удостоверены, если вы не верите. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. То есть проси удостоверение, знамение, я дам тебе его. Бог предлагает через Исаию, да, Ахазу царю. И написано, и сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказала Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, сидево в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Ну, 14 стих, да, мы понимаем, что это уже на будущее, Бог предсказывает об Иисусе Христе, вот, но Бог через Исаию все-таки упрекнул царя Ахаза, что он отказался от этого предложения, да, вроде под таким благовидным предлогом, говорит, не буду просить, не буду искушать Господа, да, Бог говорит, ну, разве мало для вас затруднять людей, что вы затрудняете и Бога? Бог предложил, проси, да, себе удостоверение, я дам тебе, чтобы вера у тебя была живая, да, чтобы ты не колебался, что на тебя там нападут, тебя там победят, плен возьмут и так далее. То есть, я хочу сказать о внутреннем удостоверении. Ученики, они не имели внутри откровения, да, они не имели вот этого удостоверения, слово было для них закрыто, они не поняли слово, а спросить боялись. Ахаз подобно, тоже Бог предлагает, проси удостоверение, проси вот этого откровения, ясности какой-то от Бога, не знаю, знамения там какого-то, да, или, говорит, на земле или на небе вверху, тоже не попросил, побоялся, побоялся попроси. Знаете, одно дело, когда мы с вами слышим здесь, да, ушами, Давид говорит, однажды сказал Бог, дважды услышал я это, да, а другое дело, когда мы с вами имеем откровение свыше, когда мы с вами и сердцем еще слышим, тогда и вера есть, да, тогда и слово нам открыто, и тогда мы понимаем, о чем Бог говорит. А вот если нету этого, порой бывает что-то такое неудобо-вразумительно, мы услышали здесь, а там ничего не услышали, и ничего не поняли, потому что нету откровения свыше, нету удостоверения от Бога. И знаете, и такой пример хочу привести, я даже уже как бы в завершение, но еще основную мысль, я все к ней подошел уже. Писание говорит, сделанный грех, я повторяюсь, да, он рождает смерть. И мы с вами, вот я сейчас сказал, да, и мы с вами все слышим и понимаем, но мы понимаем с вами, а давайте мы так просто в себя посмотрим и подумаем, а понимаем ли мы на самом деле? Ну да, понимаем, сделанный грех рождает смерть, ну понимаем, нельзя то делать, да, нельзя там то делать, все так написано, мы понимаем, а понимаем ли мы? Я так думаю, вот если бы мы имели удостоверение внутри и откровение свыше, вот тогда бы мы действительно понимали, тогда бы мы не делали грех, потому что если бы мы понимали, вот представьте себе, Разве я, понимающий человек, он может, понимая на самом деле, там внутри у себя, имея откровение от Бога, да, свыше, он разве может не обуздывать свою плоть и идти на поводу у нее, понимая, что за это будет озеро огненное? Ну явно, значит, если я делаю грех, то я не понимаю, здесь понимаю, а там не понимаю, потому что, ну просто не может, не может так быть, да, чтобы я имел внутри от Бога откровение, на самом деле понимал, в чем тут дело заключается, с чем я, что на карту поставлено, и я делаю грех, просто этого не может быть, значит, или я недопонимаю, но не понимаю, по крайней мере, во всей полноте, то, что говорит Бог через священное писание. И Дух Святой, да, это делает. Пару примеров таких. Один человек был в центре, вот, слава Богу, он сейчас опять в центре, вот, и мы с ним, когда он еще в прошлый раз был в центре, он уже прошел центр, да, уже все, мы с ним общались, и знаете, и сколько раз мы с ним говорили, вот прямо сидим, он просто мой, ну, знакомый из прошлой жизни еще, мой друг, можно сказать, даже мы с ним много вместе там делов нехороших делали. И знаете, и вот мы говорим с ним, а по глазам же видно, что у человека, ну, что-то не то, глаза когда, я ему говорю, слушай, ну, вот, если вот так, и так, и так, ну, ведь все тайно же станет явным. Ну, если у тебя что-то есть, говорю ему, вот, ну, не говорю ему, что давай ты это, ну, пытаясь как бы, да, вот, ну, так же написано, что это, 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 он, да, да, да. Еще там один, помню, ушел, наш, ну, тоже общий там земляк знакомый, он говорит, ты смотри-ка, ушел, вот у него было, вот оно вот так, вот так, его поэтому унесло в мир опять. Я говорю, да, да, и у тебя, если есть, унесет, да, там не он только один был, там один из братьев был, который здесь сидит. И вот мы разговариваем на эту тему, да, 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 вот, а я знаю, что у него есть грех, который он не открывает и с ним живет, вот, проходит время какое-то, там череда событий таких, вот, ну, оно все, как обычно, складывается, да, его все-таки в мир уносит. Он целый год там пропьянствовал, пропьянствовал, и недавно он совсем вернулся в центр, но уже получивший удостоверение и откровение свыше, он такое, настоящее, с пробитой головой в двух местах и с переломными лопатками. Сейчас в больнице лежит, не знаю, там, что будет ему там операцию завтра делать или что, понимаете? То есть, я понимаю так, что человек, он говорил тогда, да, я понимаю, да, но вот он не имел, если бы он понимал бы, ну, он бы так не сделал, да, а вот, когда уже понял, ну, маленько поздновато, да, Бог все равно же все тайно сделает, ну, мы же читаем так. И вот Бог свое слово, что посеет человек, то и пожнет, да, оно же никак не может по-другому быть. И вот приходит время, и человек уже не тем путем, которым он мог бы, не побоявшись попросить у Бога, Господи, или как Ахаз, да, побоялся, Господи, ну, ты дай мне удостоверение, ну, ведь так написано, если у меня нету страха Божьего, если печали ради Бога нет, а печаль мирская, что мне нельзя грешить, печаль мирская, да, а печаль ради Бога, что меня тянет ко греху. Раз у него, у меня этого нет, ну, ты дай мне тогда, не побояться, обратиться к Господу. Ученики побоялись, и слово так и осталось закрыто для них, да, я думаю, Иисус бы не осудил, если бы они сказали, о чем ты говоришь, как, и так далее, да, я думаю, он даже, наверное, бы одобрил. Если бы Петр в Гефсиманском саду не спал бы, да, а понимал бы, понимал бы, что ему грозит Иисус, что не пошутил, что он отречется, а что слово Иисуса, как он сказал, так оно и будет. Если бы он это понимал бы, я думаю, он рядом с Иисусом бы тоже с великим воплем бы приносил молитву, и наверняка бы он устоял бы, потому что ангел Господень Иисуса бы его укрепил, да. Но Петр, ну, это не имел внутри, и это все, почему мы грешим с вами, почему я это, я так про него сказал, да, ни в коем случае не унижаясь, просто как пример привожу. И сам за себя смотрю, и я вот, почему я эту тему и говорю, думаешь, ну, это же я знаю, что нельзя туда смотреть, это слушать, это говорить, раздражаться, как себя в семье вести, как в службе, ну, все мы это понимаем, да, нельзя собрание оставлять, нельзя там, ну, все-все-все это нельзя делать, да. И почему я это делаю и ловлю себя на мысли, так у меня там просто нету внутри откровения, если бы было откровение, я бы обуздал бы свой плод, имея от Бога удостоверение и откровение, я бы имел и страх Божий, а это мудрость, начало мудрости, страх Господень, слава Господу, да, Бог нам дает эту возможность, чтобы мы сейчас получали эти удостоверения внутрь своего Духа, в молитве, когда Дух Святой дает, чем потом получали удостоверение, какой-нибудь палкой по голове, да, ну, и так далее, сохранить Господь. Потом-то мы получим все равно удостоверение, рано или поздно пред Богом все предстанут, и все получат удостоверение, у белого престола, да, там, даже церковь, мы все придем перед Иисусом, и все тайное наше, да, обнажится, но лучше-то сейчас иметь удостоверение, чем потом, когда поздновато. Есть такой фактор, внезапность, да, вот когда внезапно, раз, Анания, Сафира, помните, да, если бы они имели внутри откровение свыше, что Дух Святой на этом месте, что это Бог во всей полноте, я сомневаюсь, что бы они так поступили, да, что они начали бы что-то врать там, они бы сказали, вот, за столько продали, столько себе оставили, столько отдаем, слава Господу, да, и ничего бы не произошло, вот. Или там, например, вскользь вспомяну, царь Сидеки, помните, да, Иеремий ему говорил, слушай, царь, все, надо сдаваться, царь Вавилонский, все, вот это от Бога, все, он нет, нет, да, и потом, когда уже на его глазах убивают его детей, а потом эти глаза, которыми он видит, как его детей убивают, ему выкалывают, я думаю, в тот момент удостоверение было очень конкретное, откровение просто было, ну, не знаю, какое, да, но уже поздновато было, и слава Богу, да, что хоть, там, ну, не знаю, там, наверняка он потом каялся, имея возможность, конечно, еще сколько-то он жил, ослепленный уже, будучи детей, но для чего, для чего такие удостоверения нашей жизни и откровения свыше? Еще один пример тоже из своей жизни, ну, как бы это не из моей жизни, но я благодарю Бога, что в начале христианского пути Бог давал такие встречи, такие общения, это только я уверовал, еще была одна сестра, она была на отлучении в то время, потому что она вышла замуж за неверующего в свое время там, и вот, и когда я был, ее при мне как раз там и в члены восстановили и так далее, и вот мы с ней беседовали, она такая искренняя сестра, мы с ней в очень близких отношениях и сейчас, вот, и делимся такими мыслями, переживаниями, и она говорит, знаешь, вот, вот тогда как-то, ну, не понимала, вот молодая там, ну, ввиду своего характера такого там, да, вот, вышла замуж, сейчас, говорит, пройдя уже эти годы, живу, уже там много лет прошло, там уже даже десятилетия не одно, наверное, живу, говорит, и понимаю, вот тогда бы я понимала, как сейчас понимаю, да, но вот это понимание дорогой ценой теперь для нее уже, да, десятилетия, вся жизнь, можно сказать, все, вот, чтобы вот это получить понимание, да, они, чтобы просто верой принять, что Слово Божие говорит вот так вот, делай вот так вот, да, и будет хорошо, но нам и мешает то, что у нас нет внутри, ну, мне, по крайней мере, это мешает очень сильно, да, вот, и мне хотелось бы, знаете, сейчас уже помолиться, я еще перед молитвой зачитаю 93-й псалом, написано, с 8-го стиха читаю, «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды, насадившие ухо, не услышат ли, и образовавшие глаз, не увидят ли, вразумляющий народа, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению, Господь знает мысли человеческие, что они суетны, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». И мне хотелось бы пригласить вас, ну, и сам в этой молитве прийти к Господу и не побояться, а попросить Господа, попросить Господа, что, ну, написано, что неужели Господь написано здесь, ну, неужели вразумляющие народы, неужели не обличит, да, вот обличение – это не осуждение, да, обличение – это как елей, вот неужели Бог, Он, который способен это сделать, если мы Его об этом попросим, не побоимся, да, а не будет нам слово в духе открывать, да, вот не будет нам откровение свыше давать, чтобы мы могли обуздывать плоть, вот эту способность, благодать, силу Его голговскую, да, неужели Он нам откажется дать, если мы попросим, уже написано, что, да, Он вразумляет, Он обличает, неужели насадивший ухо и образовавший глаз не сможет это сделать? Ну, конечно же, Он сможет это сделать, и давайте мы попросим этого для того, чтобы нам здесь, в этой жизни иметь благо, да, и вот эти вот откровения, удостоверения черпать в молитвах, в соединении с Богом, исполняясь с Духом Святым, чем где-то по голове получается, сохрани нас Господь, пусть нас Бог благословит, давайте помолимся за это.